МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа День в студии Анна Мусоликина прямо сейчас о самых интересных событиях в округе, а вначале коротко о главных темах. Мытищенские депутаты и общественники провели круглый стол по вопросам экологии. Итак, что все-таки такое крышечки? В мытищенском лесопарке реконструкция. Зона отдыха, обустроенная в прошлом году, в этом претерпит изменения. В округе стартовал эко-марафон «Сдай макулатуру, спаси дерево». Их становится все больше. Что думают мытищенцы о камерах видеонаблюдения? Камеры спасают, если вдруг что-то. А теперь об этом и многом другом более подробно. В Совете депутатов городского округа Мытища провели круглый стол по вопросам экологии. Его участники рассмотрели два важнейших направления работы по реализации раздельного сбора мусора. Это проект «Добрые крышечки» и проблемы утилизации батареек и аккумуляторов. Есть хорошие начинания и есть проблемы по их реализации. Подробнее расскажет наш корреспондент. Издали эти пластиковые пятилитровые бутылки похожи на новогодние украшения. Но предназначение их куда более прозаическое, но в то же время и полезное. «Добрые крышечки» – так называется всероссийский эколого-благотворительный волонтерский проект. Мы все обратили внимание, что вот есть такие крышечки. Оказывается, в нашей с вами жизни все не так просто. Хотя, наверное, каждый из нас как минимум раз в день открывает какую-то пластиковую посуду или другую емкость, открывает крышечки. Итак, что все-таки такое крышечки? Со стороны действительно эта акция более похожа на детскую. И цель ее – помочь детям, которым нужна поддержка. В первую очередь детям-инвалидам. Собранные крышечки идут на переработку. А деньги за вырученное сырье направлены на покупку инвалидных колясок. Их стоимость разнится от десятков до сотен тысяч рублей. И крышечек на это надо очень много. Проект зародился в конце 2016 года. То есть в этом году он отметит свой третий день рождения. И за этот срок мы собрали большие цифры достаточно. А цифры таковы. В городском округе Мытищи собрано 150 тонн этих крохотных изделий. Это 75 миллионов крышечек. Экологический аспект здесь очевиден. Пластик, который идет на производство крышек, более прочен. И как сырье для переработки более ценен. Сегодня крышечки собирают в основном в детских образовательных учреждениях. Но очевидно, что к акции могут подключиться практически все организации и частные лица. Многие говорят, что мы хотим сделать город более зеленым, чистым и все остальное. Говорить можно до бесконечности. Но вступи в этот проект. И ты уже не говоришь, ты уже делаешь. Начни заниматься батарейками. Ты уже не говоришь, ты уже делаешь. Многие общественные организации готовы организовать сбор пластиковых крышек и отработавших батареек. Но не знают, где их собирать, хранить и куда сдавать. А тем более, если к этому подключатся обычные семьи. Чисто организационные вопросы взяты на контроль Советом депутатов. Мы все пользуемся вот этой пластиковой посудой, тарой. И на самом деле это очень просто. Каждой семье поучаствовать в этом важном экологическом процессе. Мы сегодня увидели людей действительно заинтересованных в серьезных проектах по экологии. Важных для городского округа мытища. Поэтому мы со своей стороны, со стороны комиссии и меня как председателя будем стараться помогать. Речь идет об организации пунктов сбора. Даже целой системы, как части раздельного сбора отходов по отдельным видам. Которые требуют особого к ним отношения. Такой сбор обязательно даст хороший результат. Нашу здоровую экологию. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». В Мытищинском лесопарке реконструкция. Зона отдыха, обустроенная в прошлом году со стороны Пироговского шоссе, в этом претерпит изменения. Там появится стартовая площадка для любителей лыжных прогулок. За работой специалистов наблюдали мои коллеги. Освещенная лыжная трасса прошлой зимой была лишь в мечтах тех, кто предпочитает активный отдых на свежем воздухе. Этой они смогут по ней прокатиться. Уже закончена проектная работа, получены необходимые разрешительные документы. Сейчас в Мытищинском лесопарке реконструкция. Большое будет здесь внимание уделено спортивным мероприятиям, в том числе лыжне. Соответственно, то место, где раньше была конюшня, по первому нашему варианту, то место нужно для стартовой площадки. Там должны быть зимние всякие мероприятия проходить. То есть мы эту поляну освобождаем. Напротив мангальной зоны решено организовать стартовую площадку. На ней будут проходить различные спортивные мероприятия. Также отсюда лыжники смогут начинать прогулки по Мытищинскому лесопарку. Лыжную трассу планируется прокладывать по пешеходным дорожкам. Вдоль них будут установлены фонарные столбы. Что будет с обитателями конюшни, которые до сих пор жили на этом месте? Они переедут на другую поляну. Поляна находится в сотне метров от той, на которой сейчас работают мини-тракторы. Из этой земли буквально торчали стволы, изъеденные жуком-караедом-типографом. От мертвых растений специалистам пришлось избавиться. Взамен по краю поляна они посадили молодые сосны и дубы. Всего около 40 штук. В будущем здесь появятся и другие деревья. Но сначала плотники соберут сруб для животных. Следует заметить, что к переезду Табун отнесся относительно спокойно. Лошади уже освоили новый загон. К счастью, погода позволяет им проводить много времени на улице. Вокруг конюшни планируется разбить дендросад. В коллекцию войдут порядка 70 наименований деревьев. Допустим, та же липа, 5-6 сортов. Та же черемуха, там несколько сортов. Те же березы, несколько сортов. Дубы, несколько сортов. Пихты, ели. То есть сосны. Все будет посажено по нескольким сортом. Для того, чтобы люди могли, и будут стоять таблички, чтобы люди могли вообще прогуливать здесь. И они могли бы заодно узнать нашу растительность, которая у нас вообще и в городе сажается, и вообще, которая нас окружает. Дорожки, посыпанные щепой, скамейки, беседки, сделают отдых в этом уголке Мытищинского лесопарка еще более комфортным. Разумеется, перестройку планируется завершить до наступления зимы. Надежда Звягинцева, Денис Корнев. Информационная программа «День». 24 октября – Международный день без бумаги. Он учрежден с целью информирования населения о новейших способах рационального и экономичного обращения с бумагой путем применения электронного документа оборота. И именно сегодня в городском округе объявлен старт эко-марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». Его принцип в том, что муниципальные образования Московской области передают друг другу эстафету по сбору макулатуры, тем самым борются за максимально высокое место в зеленой рейтинговой таблице и выявляют самых активных граждан, достойных звания эко-героя. Количество собранной макулатуры переводят в эко-балы, которые подлежат обмену на саженцы растений, а победителей акции наградят ценными призами. Центральное мероприятие в городском округе Мытищи состоится 21 ноября на площади у Дворца культуры Яуза, куда можно будет принести и сдать макулатуру в период с 13 до 17 часов. Также по просьбе жителей округа с 1 по 20 ноября территориальными управлениями организованы пункты сбора макулатуры, расположенные в Марфино, Сухарево, Пироговском, Протасово. Напомню, вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка и книги, не представляющие литературной ценности. Присоединяйтесь и поддерживайте городской округ. В рамках реализации программы «Безопасный регион» в городском округе появляется все больше камер видеонаблюдения. На сегодняшний день в Мытищах функционирует более тысячи систем видеофиксации. Что думают жители о таком контроле? Мы провели опрос среди мытищенцев и выяснили, что камеры – это эффективный способ профилактики правонарушений. Подробности у Кирилла Тридуба. Реализация программы «Безопасный регион» проходит с 2016 года. За это время на дорогах во дворах и в местах массового скопления по всей Московской области установили свыше 34 тысяч камер видеонаблюдения. На территории нашего городского округа их свыше тысячи. И все это ради безопасности жителей. Я думаю, что очень хорошо, потому что преступность, к сожалению, у нас никак не ликвидируется. А это все-таки заставляет, я думаю, преступников задуматься, что поймает их камера, а значит и их поймает. Это полезно. В теперешней обстановке, по-моему, это полезно. Ну, я думаю, что это неплохая идея. А почему? Можете рассказать? Ну, потому что, особенно ночами, много очень беспокойства. Гоняют велосипеды, машины, здесь мотоциклы, машины. Рев стоит неимоверный, тяжело. Ежегодно в Московской области системами фиксации оснащают не только муниципальные объекты. Все больше жителей считает, что видеокамеры должны быть и в подъездах многоквартирных домов. Находится ли в вашем подъезде камера видеонаблюдения? В нашем подъезде находится. А как относитесь к установке камеры? Отлично, хорошо. А в связи с чем? Потому что ведется видеонаблюдение за жильцами подъезда, чтобы не проходили лишние люди, левые люди. Нормально. А можете рассказать, почему вы считаете, что это хорошо? А просто посторонние не будут по этим подъездам, как говорится, бегать и безобразничать. Отношусь очень хорошо, потому что я сама хожу на работу очень рано утром, полпятого. И поэтому вот камеры спасают, если вдруг что-то. Потому что подходит большинство. Я вот здесь вот у Феста сажусь на посадку и, получается, подходят и молодые люди, и всякие. Поэтому я только за. Также камеры стали привычными на сложных перекрестках и автодорогах с интенсивным движением. В случае возникновения аварийной ситуации такая запись поможет установить, кто виновен в ДТП. Система «Безопасный регион» – это не только помощь в раскрытии уже совершенных правонарушений, но и их профилактика. За последние годы замечено снижение количества преступлений в общественных местах. Кирилл Тридуб, Константин Химичев, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. В гимназии номер 17 состоялся окружной семинар на тему духовно-нравственного воспитания в современном образовательном пространстве. Рассказывать про золотые правила, вообще про этику, про психологию отношений. В Московском государственном областном университете выбрали лучших студентов года среди учащихся вузов и СУЗов Подмосковья. Я пришел сюда за победой, я ее получил. Трезвый и трудовой образ жизни. Главные правила общины НОИ – как устроена жизнь в приюте для бездомных. Мне заниматься по силе своих возможностей и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты, заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготку. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Духовно-нравственное воспитание в современном образовательном пространстве. Тема окружного семинара, состоявшегося в гимназии номер 17. Какие вопросы наиболее актуальны для сегодняшнего учебного процесса, рассмотрели специалисты учебно-методического центра работников образования, преподаватели школ города, представители мытищинского благочиния. Тему продолжит Сергей Берзин. Гостей и участников семинара встречали ученики 9-10 классов. Доброжелательность и приветливое отношение не только составная часть правил хорошего тона, но и часть нравственности, в основе которой лежит уважение к человеку. То есть отношение к окружающим, как к самому себе. Еще немецкий философ Эммануэл Кант утверждал, что к человеку нельзя относиться как к объекту. А золотое правило этики еще с античных времен гласит, относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. С этого и начинается нравственное воспитание. Но как его достичь? Тут единственный вариант это честно рассказывать, честно рассказывать о вот этом золотом правиле, честно рассказывать о том, что говорили философы, честно рассказывать о том, что об этом говорил апостол Павел, что написано в Библии. Школа может создать хорошую добрую обстановку. Опять же, о чем мы уже говорили, можно рассказывать про золотые правила, вообще про этику, про психологию отношений. Кто-то говорит, что такое воспитание не дело школы, а семьи. Образовательное учреждение не должно вмешиваться в дела нравственного становления. Но эта радикальная точка зрения здесь отвергается. Тем более, что школа понимает, как непросто сегодня наладить семейные отношения. У родителей иногда не хватает времени на то, чтобы переговорить со своим собственным ребенком. Вечером поздно пришли, уже воспитывать время ушло. И что может школа? Школа может все. Начиная с того, что учителя могут своим личным примером показывать взаимоотношения между людьми, взаимопонимание ребенок может найти в школе. Ребенок может получить не только знания, но и на практике смотреть, где они применяются. Если сегодняшний школьник треть времени дня проводит в стенах школы, в общении с одноклассниками и преподавателями, как иначе расценить это время, как самое ценное для воспитательной работы? В этом основная мысль семинара. Перед нами с вами стоит задача не только обойти в десятку лучших стран мира по образованию, но еще и воспитать духовно-нравственную личность, социально-ответственную личность. Этим ребятам жить, этим ребятам строить свои судьбы, и строить они их должны, основываясь на духовно-нравственных принципах, брать ответственность за свои принятые решения, за свои поступки. И отрадно, что наши школы уделяют этому очень большое внимание. Да, это вопрос актуальный с античных времен. Только учить или еще и воспитывать. Но одно невозможно без другого. И это давно доказано самой историей. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». На днях в стенах Московского государственного областного университета состоялся финал регионального этапа российской национальной премии «Студент года-2019». На сцену вышли самые талантливые и активные учащиеся среднеспециальных и высших образовательных учреждений. Праздничная атмосфера царила в актовом зале мытищинского филиала МГОУ еще до начала мероприятия. Студенты года выбирают не впервые, однако в этом году премия вышла на новый уровень. Более 70 заявок на участие в 14 номинациях и только лучшие представители вуза оказались на сцене. Открыло мероприятие сборная МГОУ по черлидингу. Затем участников и гостей приветствует ректор университета Вероника Запалацкая. Каждый из вас, дорогие студенты, делает свой первый шаг. Но шаг решительный, очень такой радостный, смелый шаг в достижении своих поставленных целей в реализации намеченного пути. И вне всяких сомнений этот шаг будет и в движении, и в сторону развития ваших образовательных организаций, и Подмосковья, и я надеюсь, что и для блага всей России. И вот он долгожданный момент, начало церемонии награждения. На сцену приглашают лучших из лучших, учащихся средне-специальных и высших учреждений области. В перечень номинаций включили все сферы студенческой жизни. Арина Владиславовна Туранова! Туранова Арина Владиславовна! Головинский фириал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский политехнический университет. Слово победителю! Здравствуйте всем! Честно, не ожидала. Хочу выразить огромную благодарность своему институту, своим преподавателям, своим студентам, которые помогали мне достичь победы в этой номинации. А также хочу выразить огромную благодарность коллективу «Голову». Церемонию награждения разбавляли творческие выступления студентов. Ребята пели и танцевали. У всех финалистов большой опыт участия в студенческих мероприятиях, грамоты и в зачетках исключительно отличной оценки. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать предстояло лучшего из лучших. Гран-при среди учащихся высших учебных заведений завоевал Андрей Науман – студент географа экологического факультета МГОУ. Помимо этого он стал лауреатом в номинации «Спортсмен года». Я стоял на сцене, у меня чувствовал, что тряслись коленки. Я это переборол. И когда назвали мое имя, я был очень счастлив. Я пришел сюда за победой, я ее получил. Валерия Родина также получила высокую награду. Студентка Коломенского колледжа стала лучше не только среди учащихся среднец специальных учреждений, но и лауреатом в номинации «Творческая личность года». Андрею и Валерии предстоит защищать честь Московской области в Ростове-на-Дону и Казани, где пройдут федеральные этапы конкурса. Кирилл Тридуб, Денис Корнев. Информационная программа «День». 23 октября группа матищинских пенсионеров побывала в Истре. Туда жители нашего округа отправились на экскурсию благодаря губернаторской программе «Активное долголетие», которая реализуется на территории Московской области и предусматривает 10 активностей для граждан пожилого возраста. Экскурсионные поездки – одно из направлений. В Истре наши пенсионеры посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь. Там участники экскурсии увидели такие святыни, как Голгофа, гроб Господень, камень, на котором происходит елеопомазание и трехметровый крест – точную копию того, на котором был распят спаситель. В мытищах туры осуществляются каждую неделю по средам. Следующая экскурсия состоится 30 октября. Матищинцы серебряного возраста отправятся в Колумну, где посетят Богородицы Рождественский Бобренев мужской монастырь. «Мой Бальмонт» – литературно-музыкальный вечер с таким названием состоялся в центре мечта. Главным гостем праздника стал поэт Игорь Кулагин-Шуйский. Много лет он работал инженером, но, выйдя на пенсию, стал тем, кем давно мечтал. Творчество овладело им полностью. Своими стихами и музыкальными композициями он в очередной раз смог удивить зрителей. Матищинский поэт и бард Игорь Кулагин-Шуйский уже знаком многим любителям этого творчества. Его поэтический путь был непростой. Он родился в старинном русском городе Шуи Ивановской области. По образованию инженер-электрик. 40 лет проработал в системе Мосэнерго. Работу свою любил, но в душе всегда был натурой творческой. И вот с выходом на пенсию талант раскрылся, и жизнь заиграла новыми красками. Я живу и радуюсь рассвету, встречая словом песенном зарю. И то, что я нашел в себе поэта, всем сердцем Бога я благодарю. Музыкальный спектакль «Мой Бальмонт», который был представлен гостям Центра мечта, в своем роде уникальный. Здесь и стихи Игоря Кулагина-Шуйского, и музыкальные композиции, а также произведения любимого поэта Константина Бальмонта. С тобою нам в таинственных гумнищах, в аллеях темных вот бы очутиться, и чувствуя, как губы-губы ищут, в объятиях друг друга раствориться. Игорь Кулагин-Шуйский – член Союза писателей России. Был удостоен литературной премии «Зочи» и премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Он автор пяти стихотворных сборников и двух литературно-музыкальных альбомов. На вопрос, кто является источником его вдохновения, отвечает без промедления. Конечно же, его любимая жена. Это мой первый помощник, это муза. В принципе, все, что у меня написано, это с ее помощью и благодаря и для нее. Может быть, собственно, это и является, так сказать, причиной моего вдохновения. Литературный музыкальный вечер состоялся в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». В актовом зале «Центра мечта» собрались мытищенцы, которым интересно творчество поэта. Концерт-спектакль Игоря Викторовича меня тронул до глубины души, как русского истинно-человека. Потому что вся поэзия и музыка, которыми сейчас песни на стихи Бальмонта слышали, они о родине, о любви, лирические, трогательные. И развели на меня очень приятное впечатление. Я отдохнула душой и получила много положительных эмоций. Впереди у мытищенского поэта большие творческие планы. Сейчас он дописывает свою очередную книгу, которая наверняка, так же, как и остальные, будет наполнена любовью к родине, удивительной природе России и, конечно, своей семье. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День». Дом трудолюбия с библейским именем Ной – это приют для бездомных людей, которые, несмотря на все сложности жизненной ситуации, нашли силы изменить свою жизнь. Главное правило общины – вести трезвый и по мере своих возможностей трудовой образ жизни. На территории городского округа мытищи четыре дома для обездоленных. В одном из них, на улице Силикатной, побывала наша съемочная группа. Дарья Линская расскажет о том, как живут люди, оставшись без документов, крыши над головой и родных. История Ольги мало чем отличается от сотен других подопечных дома трудолюбия Ной. Да и рассказывать о своих жизненных перипетиях, а главное о том, как оказался в общении, здесь не любят. Есть жизнь до и после. В новой Ольга Портниха. Шьет вот такие подушки для троицы Сергиевой Лавры. На вырученные деньги их живут постояльцы всем домом, которым есть свои правила. Петь нельзя, ругаться нельзя, хулиганить нельзя. И заниматься по силе своих возможностей. Всего таких приютов, названных библейским именем Ной, 18. Первый открылся 8 лет назад в Матищинском районе, в деревне Красная Горка. И в скором времени стала одним из четырех мытищинских домов. Сегодня уже около тысячи подмосковных бездомных ушли с улиц и пытаются изменить свой бродяжнический образ жизни. Уникальность нашего приюта в том, что бездомные здесь находятся не как иждивенцы. То есть их не просто надо содержать на пожертвования, подайте. У нас трудоспособные бездомные содержат нетрудоспособных. Нетрудоспособные – это инвалиды, старики, женщины и дети. А дома делятся на рабочие и социальные. На улице силикатные как раз такой. Подопечные в силу здоровья не занимаются тяжелым трудом, а мастерят подушки, коврики для лавры, а еще модели кораблей. Для коллекционеров и детей. Я делал ходовые модели копий судов. Это трудно, но вот я хочу делать современную парусную модель, ходовую копию тримаран, допустим, современную. Александр – художник-реставратор. Ремесло обучался в Петербурге, и у него были большие перспективы. А потом жизнь стала испытывать на прочность. Приятные воспоминания прошлого – три дочери. Но они разъехались кто куда, и с отцом лишь изредка созваниваются. Уже пять лет в Матищинском приюте у него есть не просто крыша над головой, но и мастерская, которая помогает держаться на плаву. Тут вот все крутится, то, что нужно, оно крутится. Вот он на стапельке стоит. А сколько стоит такая моделька? Знаете цену? Ну, две с половиной тысячи вообще-то. Ну, судя по тем, вот я смотрел, вот краудфандинг, там, представляете, вещи, это стоит намного дороже, там, пять тысяч, семь тысяч. Но мы продаем это с таким моментом, чтобы это лишь бы брали, потому что и это деньги, и за них можно все купить. Сигареты и сладости – вот зачем строго раз в неделю в воскресенье выходят подопечные дома трудолюбия. Одежду и еду часто приносят им соседи, которые со временем поняли, что эти бездомные не опасны. А все, что им было нужно – обрести свой угол и начать вести трезвый и трудовой образ жизни. Тот образец, на который мы стараемся походить, это дом трудолюбия святого Иоанна Кронштадтского, который был в 1882 году открыт в Кронштадте. И вот практически все то, что он говорил тогда, оно актуально и сейчас. То есть, в общем-то, даже ничего придумывать не надо, ничего, как ни странно, не меняется. Он говорил, что если ты действительно хочешь помочь бездомному, дай ему жилье и работу. В доме помогают восстановить документы, и некоторые потом даже возвращаются в старые семьи или создают новые. Начинают получать пенсию. Священники взяли на себя духовную поддержку тех, кто оступился в жизни и потерял веру во всем. Бесценная помощь волонтеров, которых на все приюты, конечно же, не хватает. Нам нужны медицинские работники, чтобы могли приходить, проводить осмотры, лечить там и так далее. Нужны юристы, очень много юридических вопросов, по которым нужна помощь. Нужны социальные работники, очень много кому что надо оформлять, особенно социальные дома здесь, и пособия, и инвалидности, и пенсии, все это надо делать. А еще нужно подготовиться к зиме, когда количество бездомных и ищущих крышу над головой резко возрастает. И прокормиться общине становится сложнее. Прикладное православие. Так свою работу, а скорее служение, называет Емельян, учредитель приютов Ной. И поэтому, несмотря на все трудности, диктует номер телефона, по которому можно сообщить о бродягах или, так говорится, пристроить в дом нищих без документов. Но только тех, кто готов начать менять свою жизнь. Дарья Линска, Андрей Капустин. Информационная программа «День». И к зарубежным новостям. Коллекцию роскошных ювелирных шедевров 20-го столетия продадут на аукционе «Сотбис». Главным лотом станет изумрудно-бриллиантовое колье, которое носила принцесса Салима Агахан. Его планируют продать за 4,5 миллиона долларов. Это сверкающее колье-кортье когда-то надевала настоящая принцесса. Салима Агахан была супругой Карима Агахана IV, духовного лидера мусульманской и смейлицкой общины. В украшении семь колумбийских изумрудов общим весом 169 карат. Оно также инкрустировано бриллиантами. Этот шедевр ювелирного искусства 20-го века станет центральным лотом частной коллекции, которую продаст на аукционе «Дом Сотбис». За него хотят выручить 4,5 миллиона долларов. Пока же всю коллекцию выставили на обозрение в Лондоне. «Принцесса Салима Агахан владела этим потрясающим изумрудно-бриллиантовым колье и парой серёг, которые выставлены на продажу. Можно заметить, что она оценила исключительно высокое качество». Принцесса Салима, урождённая Сара Кроукерпул, в 60-х годах была известной фотомоделью. Когда она стала супругой принца, то буквально купалась в роскоши. Они развелись через 25 лет брака. Её украшения включают колумбийские изумруды, которые считаются одними из самых ценных в мире. «Если посмотреть на изумруды, то можно понять, что они превосходного качества. В первую очередь нужно смотреть на цвет, а он очень насыщенный». Не все украшения коллекции принадлежали Салиме Ага-Хан, но все они считаются ювелирными шедеврами 20-го столетия. Многие лоты будут выставлены на аукцион впервые. Торги пройдут в Женеве 13 ноября. До этого коллекция также посетит Гонконг, Тайбэй, Сингапур и Нью-Йорк. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Ещё больше информации на сайте Первого Матищенского и в нашей группе ВКонтакте. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать всё, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребёнка может стать последней. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребёнка. Что он оставит без внимания пролетающий самолёт, птичку или снежинку. Ребёнок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд и ребёнок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребёнка. Крепление её непрочно, а иллюзия опоры создаётся. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаёте, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решётки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребёнок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребёнка в квартире одного без присмотра. Лампочка эта, конечно, дороже лампы простой и привычной. Но всё же, энергии цены она потребляет меньше обычной в пять раз. Впечатляет? К тому же долговечней намного она. Выходит, такая нам очень нужна. Купи в себе лампочку светодиодную. Рублей сэкономишь на шубу, на модную. Если вы не готовы к контрольной... Есть способ избежать её. Позвонить в полицию и сказать, что в школе заложена бомба. Только цена очень высокая. Один миллион рублей. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается административным штрафом до одного миллиона рублей. Для детей до 14 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова